Сейчас мы с вами прочтём небольшой отрывок из Писания, а потом поговорим о том, что прочли. Мне кажется, это очень имеет тесное отношение к нашей повседневной жизни. Это книга пророка Иезекииля, глава 9. Речь идёт о готовности Бога наказать еврейский народ за остающихся в Иерусалиме, за различного рода беззакония. И он, Господь, в духе берёт Иезекииля, чтобы показать ему основания для своих жёстких действий по отношению к живущим. Итак, они приходят в Иерусалим, туда Господь приводит Иезекииля, и громкий голос слышит Иезекииля. «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращённых к северу. У каждого в руке губительное орудие. И между ними некий человек, одетый в льняную одежду писца. И у него прибор при поясе для того, чтобы писать. И слава Господне в это время спускается с Херувима, там, в видении Иезекииля, и призывает Господь Бог, одетого в человека в льняную одежду, и говорит ему, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершённых среди него, сделай знак». Далее речь идет о том, что те, которые не будут иметь знака на челе своём, будут истреблены за различного рода мерзости. А мерзости подробно описываются в предыдущих главах. Что вам напоминает это, братья и сёстры? С одной стороны, наверняка напоминает вам историю выхода из Египта, где объектом Божьего гнева были египтяне, и тоже спасались евреи от гнева Божьего через знак. Кровь пасхального Агнца использовалась как помазание для косяков дверей, и ангел-губитель проходил мимо жилищ, на которых был знак спасения. А здесь уже объектом гнева Божьего являются евреи сами, но не все, а та часть, которая не помазана специальным знаком, не обозначена на челе своём. И тоже есть некий знак спасения, и гнев уже идёт на массу израильтян, исключая некого священного остатка. На что ещё это похоже? Похоже на полиэлей на нашу, потому что мы, когда совершаем полиэлейные службы, то мы совершаем в середине этой богослужения, перед началом канона и при пении канона, целование образа праздничного и помазание человека елеем. Человек, одетый в священническую одежду, не в одежду писца, но в священническую одежду, совершает, однако, похожее действие на то, что делали ангелы тогда в Иерусалиме. На челе человека ставят знак, знак Иисуса Христа, которым есть крест Господний. Это знаменует лоб человеческий знаком Господним. Это священный обычай в церкви, который существует издавна. И он, кстати говоря, духовно изображён и в других книгах священного писания, в частности, в Откровении Иоанна Богослова. Вот так описывая в последней уже главе Откровения будущую жизнь Небесного Иерусалима, говорится о том, что ничего там не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы его будут служить Ему. И следующие слова. «И узрят лицо Его», то есть Божие, «и имя Его будет на челах их». Начертанное имя Божие на челе человеческом. Это некая антитеза тому, что будет делать антихрист людьми. Он будет впечатлеть их лбы и правую руку знаком имени своего, числовым знаком своего имени. А Господь Бог желает запечатлеть человека своим знаком. И это символически уже совершается ныне через изображение знака креста на человеческой голове, на лбу, на седалище ума, каким является человеческий разум. Всё это тем более интересно, что человек, крестящийся на изображении крестного знамени, должен знать, что в древности крест изображался именно на лбу. У нас с тех пор сохранилось такое выражение, как лба не перекрестит. А человеке, который не поднимается у него рука для того, чтобы совершить крестное знамение. Действительно, человек раньше крестился, церковь раньше знак креста совершила через знаменование крестом лба. Это делалось одним пальцем, или же большим, или указательным. До сегодняшнего дня в западной церкви, у западных христиан есть обряд священной причтения и священного писания. Они крестятся большим пальцем лоб, потом уста и потом сердце. Это древняя апостольская традиция, которая распространена вот в тех областях. У нас её нет. Греки нас этому не учили, когда мы принимали веру. Это вполне, повторяю, апостольская традиция. И стоит сказать, что нам с католиками не стоит спорить о том, как креститься правильно. Пятернёй или двоеперстем, или троеперстем, справа налево, или слева направо. Это не предмет для споров. Потому что и то, и это есть апостольская древняя традиция, освященная столетиями, имеющая и та, и та под собой догматические основания. Гораздо важнее, что и те, и те на себе крест знаменуют, в отличие от других христиан, протестантствующих, которые не изображают на себе крестного знамя. У крестного знамя есть своя длинная история, у двоеперстя есть своя история. Оно возникло против монофизитства, где два перста изображали собой двуприродность Христа, Бога человечества Христа. Есть своя история у троеперстя. Но сейчас как бы мы не погружаемся в историю споров о способе изображения креста, а говорим о том, как крестились в древности. Согласно библейскому откровению, как раз вполне согласно с библейским откровением, Тертулиан еще пишет в первом веке, что мы знаменуем крестом лоб. Об этом многие другие также писали. Знамение креста, братья и сестры, в данном случае на лбу начертанное, есть символическим изображением, повторяю, знака Господа, то есть Иисуса Христа, и совпадает как бы по смыслу с именем Бога нашего. У евреев, оказывается, в синагогальный период их молитв, в предапостольский период их молитв, был обряд начертания на челе имени Божия. Но они не писали полностью на челе человеческом это имя, но писали символически, изображали первую и вторую, вернее, первую и последнюю букву еврейского алфавита. Писали букву Алиф и букву Таф. Здесь есть много мудрости, потому что мир становится понятным для человека благодаря разуму, который Бог человеку подарил. Человек может познавать окружающий мир, и, познавая окружающий мир, человек фиксирует свое знание в слове. Слова же записывают при помощи букв, таким образом, буквы или алфавит имеют некую такую священную глубину, это символ полноты познаваемого мира. Все, что можно познать, можно записать. Все, что можно записать, требует для нас алфавитного использования. И вот они первую и вторую букву на челе человеческом писали, Алиф и Таф. Это символизировало собой имя Божие и полноту знаний. Кстати, имя Божие, Алиф, буква первая алфавита, всегда символизировало у них именно Господа Бога. Если вы помните рассказ Апокалипсиса, слова Апокалипсиса о том, что Христос говорит, аз есмь альфа и омега, первый и последний, начало и конец, то это, в общем-то, созвучные слова вот той самой традиции. Альфа и омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита, а Алиф и Таф – это первая и последняя буквы еврейского алфавита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова